Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы убили дракона, после чего сходили, поубивали там по квесту бандитов и главаря. После чего я пошел и сдал этот квест и теперь мы продолжаем. Сдается мне, что тут NPC мне не все сказали, потому что вот это вот явно важное для сюжета рилет. Она как-то вообще не отреагировала на мою победу. Не знаю, что там с драконорожденными, но я точно рада, что ты с нами. Возвращайся обратно в Вайтран и поскорее. Ярл Балгрупп захочет узнать о том, что тут произошло. Ну давайте отчитаемся, но потом он наверняка нам даст еще какой-нибудь квест, но я думаю выполнять не будем. Просто пойдем похвастаемся. Мы этому дракону показали, чего стоит Вайтран, верно? Вайтран, верно. Очень печально, что у меня, конечно, нет лошадки, потому что идет дождь. Я тут как не знаю, кто хожу под дождем. Пешкодраб. Ладно, хоть тут грязюки нет, как в Мотошторме. Там, если кто играл на PlayStation 3, так как грязь была, что натурально, боялся запачкаться. Здесь скорее не то, что технологии не позволяют. Разработчики не уделили этому достаточно внимания, а было бы прикольно, если бы вот эта земля намокала, и была бы грязь, и в ней бы оставались следы, борозды от колес телег. Ну, в принципе, мечтать не вредно, как говорится. Но было бы прикольно. Вообще, надо этот дождь переждать, я думаю. Нам нужно, по идее, отправляться очень далеко на север. На север-запад, вот сюда. В дальний конец карты. Но сначала похвастаемся Ярву, что мы сбилили-таки дракона. Там, как это было. Ну, не сказать, что очень уж сложно, но это было, по крайней мере, настоящим событием. Так, а вы тут что делаете? Хаджиты? Да. Вы как цыгане, я смотрю, да? Ладно, кушайте. Под дождем, наверное, это очень комфортно. Сколько у меня денег-то там? Я после того, как сдал квест, я продал все, и теперь у меня 1840 золота. Это круто. Вполне возможно, что сейчас мы сможем купить себе здесь дом в Вайтране. Пока что Вайтран мне город нравится. Но это скорее не город, а деревенька. Но, по крайней мере, это местный райцентр, и купив тут дом, я останусь столичным жителем, то есть на понтах. И будут себе говорить потом, вы Блэка Вайтранского знали. Так, опять показ нам от Секиро. За Блэка Вайтранского слыхали. Так, чик-чик-чик. Хороший Секиро. Как жаль, что я орудую кинжалами. Конечно, можно работать мечами одноручными. У меня, в принципе, скилл тот же самый используется. Но они гораздо медленнее. Как-то не знаю. Хотя, конечно, урон наносит поболее. Это что за восточные люди? А, кого ищите-то? Женщину. Она не отсюда. Редгардка, как и мы. Она наверняка живет под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти. Нам не рады в Вайтране. Так что ищи нас в Рорикстете, если что-нибудь выяснишь. А, зачем вы ее ищите? Это не твое дело. Тебе нужно лишь знать, что за эти сведения мы хорошо заплатим. Но, в принципе, логично. Если тебе интересно, можешь просто уходить. Мы ищем одну женщину, сбежавшую из Хаммерфелла. Редгардку. Она может скрываться в этом городе. Хорошо. Будем иметь время. Я рад за вас. Так, у меня, кстати говоря, уровень. Надо прокачать мою скрытность. Так, как это делать? А, сначала надо здоровья вывертили. Безопас сил. Так. Блокирование. Вот это, кстати, полезная штука. В следующий раз надо будет ее прокачать. Но сейчас я уже как бы... Так, ну со скрытностью у меня все хорошо. Кстати, блокирование, на самом деле, качнем. Так, только как это сделать? Enter нажать, может. Да, точно. Щитоносец. Что еще тут есть? Да, блин. Все не привыкну к местному управлению. Будем надеяться, теперь мы будем гораздо более эффективно работать в блоке, потому что пока что у меня с этим все плохо. Так, Эрл у нас, по-моему, по этой дороге. Если я не ошибаюсь. Блин, а круто, дождь реализовывал. Как, в принципе, все в этой игре. Так, нет, мне отсюда. Мне нужно пройти сюда. Это все там. Ладно. Ты че напряженный-то такой? Выдохни, пока исходи. Олфрид, покровитель великого клана сынов битвы. Думаю, это имя тебе известно. У вас там собрание, что ли, какое-то было, я правильно понимаю. Сколько времени-то, кстати? Время 6 вечера. Уже 7 практически. Так, ну что, давайте посмотрим, что у вас там творится. Сразу две шишки по дороге встретились. У вас, кстати, уже 8 уровень, это довольно-таки неплохо. Тут служанки у нас. Так. А ты кто такой? Так что произошло у башни? Там был дракон? Ну, да. Возможно, я как это... Так, дракон пал от моей руки. Думаю, я заслужил награду. Вопросов нет. Это был великий подвиг. Ты заслуживаешь место среди героев Вайтрана. Но здесь кроется нечто большее. Не произошло ли чего-то странного, когда умер дракон? Ну, я впитал в него силу. Ну, я впитал его силу. Довакин, Довакин, Довакин. Но когда дракон умер, а ко мне перешла от него некая энергия, не будем вот эти вот предположения глупые высказывать. Будем говорить по существу. Седобородые действительно призывали тебя. Кстати говоря... Так. Народ-то у нас что-то не очень доволен тем, что... Голоса не очень хорошо, видимо, слышно. Давайте прибавим чуть-чуть. Хотя у меня, в принципе, и голоса, и игровой звук, и музыка, все прекрасно слышно. При этом и слышно и меня. Ну, когда я уже просматриваю эти видео. Так, чего эти седобородые от меня хотят? Говорят, что драконы рожденные обладают великим даром голоса. Способностью направлять жизненную энергию в туум или крик. Если ты воистину Довакин, они смогут научить тебя использовать твой дар. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Айтран? Это был голос седобородых, что призывал тебя на высоких Ротгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайбер Септим еще в бытность свою Талосом Отморским. Хронгар, успокойся. Какое отношение ваши нордские вредни имеют к современности? Наш друг, конечно, молодец. Но он определенно не какой-то там дуракин. Нордские вредни? Ах ты надутый невежа. Да это же наши священные традиции. Мы блюдем их со дня основания Первой Империи. Хронгар, не будь так суров, Савинничий. Простите, не хотел никого обидеть. Но что им от него нужно, этим седобородым? Это дело седобородых, не наше. Чтобы не произошло во время убийства дракона, к тебе что-то открылось, и седобородые это услышали. Если они считают, что ты давакин, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высоких Ротгар. Когда седобородые зовут, медлить не принято. Это огромная честь. А, не для меня. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Высоких Ротгар очень мирное место. Так. Очень свободный от всех треволнений этого мира. Удивительно, что седобородые вообще замечают, что тут внизу творится. Раньше им до нас дела не было. Неважно. Отправляйся на высоких Ротгар. Узнай, что поведают тебе седобородые. Далакин, твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву, ярла, я нарекаю тебя таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Круто. Я назначаю Лидию твоим личным Кускарлом. А это оружие из моей оружейной. Будет символом твоего звания. Я также скажу, что за твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Далакин. За работу, Провентус. Нам надо защищать город. Да, мой господин. Ты что-то мне дал. Да хранят тебя боги в битву, друг. Так. Что вообще такое драконорожденное? Ну, в легендах драконорожденные герои, тавакины, использовали силу голоса, чтобы одолеть врагов Скайрима. Вулфхард был драконорожденным. Талос, основатель империи, тоже им был. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме еще обитали драконы, драконорожденные убивали их и крали их силу. Понятно. Если ты не против, меня ждет мой город. Не против? Что он нам дал? Уже. Понятно. Топор. Топорик, конечно, красивый, очень необычно выглядит. Блин, даже не знаю. Да, с топориком побегаем. Так. Как там вызвано это? На F. Хорошо. Я точно не помню. Для топоров у нас отдельная ветка умений. Или чисто одноручная, то же самое. Да. Так что без страха можно ими пользоваться. В принципе, ничего страшного не будет. Хотя, конечно, я думаю, пользование кинжалом дало бы свои плюсы. Потому что у меня очень много по роговской. Ярл назначил меня твоим Хускарлом. Для меня честь служить тебе. О, привет. Ты кто такая? Я Тан. Ну, я знаю, что это значит. Что делает Хускарл? Я присягаю тебе на верность как своему Тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. Это круто. Пойдем. Ну что ж, идем. У меня личная девочка. Ну как? Вы поняли, да? Не в том смысле. Скорее, как телохранитель. Интересно, я как-нибудь могу управлять? В Fallout, потому что, насколько я помню, было можно. Разберемся. Разберемся. Надо посмотреть, какой тут именно город продавали они. Вернее, не город, а дом. Что-то я вообще уже. Сразу его приобрести, если что. Потому что у White Run мне нравится все больше и больше. Что подистры и гривы в обливиум провалились. Распутались с братьями Бури. Кто получит по заслугам? Так. Не этот ни случаем дом продается. Сдается мне, что это вообще не дом. Так, это у нас что? Храм Киноре, тот не то. Это я точно помню. Серые гривы. Блин, я не туда зашел. Нажал кнопку случайно. Пойдем, Лидия. Симпатичная, кстати, девушка. Хоть и воин. Как таких называют? Конь с яйцами. Так, ну я так понимаю, что сейчас не самый лучший момент искать, где тут продается дом. Это тут явно не дом. Так что мы сейчас заночуем в местной таверне. То есть мы ее найдем, конечно. Я не помню тут, где она именно находится. По-моему, вот. Если нужны зелья, это тебе в котелок, Аркадий. Хорошо. А с утра двинем уже по тому квесту, который давно откладываем. Че уж ночью, да в дождь удвигаться, это по-моему. Выходи, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня, а я пришлю к тебе кого-нибудь. Работать мне истер? Холь, да я спать хочу. Хорошо, она твоя на день. Выдеть. Битье для жаждущих пить. Я покажу тебе твою комнату. Да не надо, я сам помню. Мне голодную дочку кормить надо. Так что ничего, кроме торговли, меня не... Так, ну поспим, я думаю, часов десять. И с утра вперед. Да, мне в по-восьмом встанет. Нет, спасибо. Так, Лидия. Менять тебе кое-что нужно. Что именно? Чтобы отдать приказ, пока не появится приказ. Что тебе нужно? А, ей можно указывать, атаковать. Прикольно. Так, ладно. Что-то еще? Круто. Все, пойдем за мной. Охрана Вайтране ужасна. Просто куром на спину. Выдвигаемся. Кстати, кто-то мне говорил, что... Я не пользуюсь быстрыми перемещениями. Да, я ими не пользуюсь, потому что... Я ничего не делаю. Блин, да шо, что дождь идет? Ладно, не делал, не делал. Добрый господин. Не надежно. Потому что мне вообще очень не нравится это нововведение. И я сильно против него, как говорится. Потому что это, по-моему, бред, какое-то быстрое перемещение. Ух ты. Я помню, в Моруинде были такие. Так, в общем, что у нас там по заданиям? Путь голоса. Поговорить седобородами. Но это нам пока не нужно. Это тоже не то. Без вести пропавший. Это наш. Хорошо. Вот и дождик прекратился. Лидия. Хорошо. Мне бы, конечно, более такого мощного напарника, чтобы я действовал с Телси, а он, если что, меня подстраховывал своей мощной секирой, скажем. Потому что, Лидия, что-то насчет твоих боевых качеств у меня серьезные сомнения. Не знаю, посмотрим. Лошадка бы у меня. Кстати говоря, если я возьму лошадку, интересно, как будет себя вести Лидия. А может купить лошадку? Сколько у меня денег-то? 1830. Давайте купим. Ой, они еще спят. Сколько время? Время 75. Давайте тогда так вот попробуем. Может, они уже проснутся? Нет, еще спят. Еще часик подождем. Там, блин, шоу, спите и спите. Ой. Так, еще часик. Время уже к 12. Вы что? Или, блин, не знаю. Может, ты продаешь? Если нужна лошадь, поговори с моим папашей с Кульваром. А где? А может, вот он? У меня самые резвые скаку. Тебе явно нужна боевая лошадь, как я погляжу. Старый, небось, продаешь. Все, не больше 9 лет, а младший 6. Вот у меня есть кобылка на продажу. 7 лет, отличное здоровье. Да еще и характер, будь здоров. Мы ее зовем королева Альф Сигра. Коротко, просто Али. Ты, если купишь, можешь звать, как вздумается. Давай купим? Думаю, да. Одна стоит оседлана, если у тебя есть деньги. Так, на, тема, еще. Договорились. Вон та с седлом. Доброго пути. Ну, лошадка. А вы видите, да, как ее зовут? Вернее, как зовут ее владельца. Это не очень хорошо. Так, ну а ты, Лидия, видимо, за мной побежишь. Так, ладно, вдвигаемся. Сохраняемся. Что там у нас, Лидия, ты где? Ух ты, быстро бегай. Как-нибудь побыстрее можно скакать. Либо так. Ты посмотри, да? Каким быстрее лошади бегать. Тихо. А это просто олени. Ну, ладно. А где у нас, кстати говоря, сетобородые обитаются? Охренеть, тут просторы, конечно. Извиняюсь за выражение. Ладно, потом разберемся. Скорее всего, просто у меня в квестах-то активно не поставлен, поэтому указатель туда не показывает. Ну, ладно, потом разберемся. Так, ну, вошадка, ну, погнали. Нет, интересно, что там за руины или это жилое какое-то уселение. Сложно сказать. Нет, у меня времени дурака валять. Иди сама, или мы тебя потащим. Так, я думаю, она говорит правду. Это что за херня тут творится? Куда я не пойду? Идите отсюда, пока я вам не наваляла. У нее нет шрама. Что? О, ты прав. Мы ошиблись. Иди своей дорогой, пока ты... Твой язык не довел тебя до беды. Прикиньте, охреневший какие. Да. Как вы ищете-то? Мы ищем одну женщину, не местную. Она редгардка, как и мы. Скорее всего, она скрывается в вайтране. Но мы проверяем и другие места, чтобы не упустить ее. Понятно, что-то мутная история с ними. Ладно. Тут у нас сгоревший дом, похоже. Никакого там подвала нет. Ладно, погнали. Интересно, что же это за поселение такое. Но там я вижу, ходят люди вдалеке. По лестнице в башню. Так что... Место обжитое. Форд Греймур. Тихо. Я надеюсь, здесь... Тебя предупреждаю. Уходи. Опа. Это мы не очень удачно зашли. Так. Пришла пара, похоже. Эпи, козел. Лошадь моя, не трогай. Не трогай мою лошадь. Молодец, лошадка. Эй, лошадь, ты сейчас себя убьешь. А где моя напарница? Моя лошадь делает больше, чем мать его хранительница. Это что такое? А топор, кстати, надо сказать, хороший. Ой, ты какая, а? Духа, молодец. Даже не знаю, как тебя назвать. Будешь просто Эли. Рассказали, Эли. Будешь Эли. Так, железная стрела, золото, отмычка. Хороший топор. Эли. Ой, Эли, говорю. Виде. Ну, кой хрен ты мне нужна, если ты меня не защищаешь? Ты где? Напарница, понимаешь. Так, золото. Зачем мне может понадобиться лопата? Амулет стендара. Ну, возьмем, но я счетом не пользуюсь, так что надевать не будем. Золото. Золото. Нучка. У тебя золото. Хорошо. Что еще тут может быть полезного нам? Возможно, здесь в темницах. О, да. Тюрьма, кстати говоря. Это кто там? Он живой, нет? Нет, судя по всему, нет. Хорошо. Так, ну давайте зачищать, что ли, этот форт, раз уж мы сюда пришли. Я думаю, тут будет чем поживиться. Постоянно так идешь выполнять один квест, по дороге понау вылезает куча всякого разных. Это было. Это был я. Ух ты. А ты по-своему очень неплохо помогаешь. Только сейчас, я думаю, мне нужно прятаться. Надеюсь, у тебя со скрытностью все очень хорошо. Потому что не хотелось бы из-за тебя фейлиться. Так как я и из-за себя неплохо это проделываю. Так. Он мертвый. Ему все равно не помочь. Так что открывать не будем. И спуск вниз. Хорошо вниз мы успеем пойти. Тут еще есть ход наверх. Обалдеть. И тут выход наружу. Хорошо. Наверх у нас что? Вниз я думаю, потому что... Так, подожди. Куда я выбылся? Вниз я думаю, очень долго будет спускаться. Потому что просто... Так, там моя лошадка. Ладно, погнали обратно. Хозяева, я иду к вам. Тихо, лидия, не пались. Две тройки. И о чем он только думал. Критин так и не увидел, как я достал туса и сапога. Тут кто-нибудь есть. Оп. Все. Никак не привыкну, что... Оно летит поверх маленько. Пропрягись. Добей. Добей, лидия. А, там еще кто-то есть. Лидия, мы живем до завтра. Хорошая помощница. Давай. Добей ее. Если придется, я тебя убью. Ладно. Какая молодец, а. Настоящий подспорь и мне. Даже не ожидал. Латчина. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего хорошего. Здесь... Мертвая уже, надо сказать. Девушка. Давайте попробуем открыть. Может, на ней какой-нибудь при себе... Опознавательный. Записка, скажем. Нет. Ничего при ней нету. Ну, ладно. Охотник. Хорошо, у нее стрелы, конечно, ладно. У меня стрелы предостаточно. Эу, берись. Ладно, хрен с ним. Так, ну что? Что у тебя есть, разбойник? 13 золотых. Две стрелы моих. Это что за чудище? Это тролль, что ли? Даже не сдвинешь. Ну, давай, давай, давай. Жир тролля. Нужен ли мне жир тролля? Так, ладно. Разбойница. Ничего хорошего у разбойницы. Зато тут безупречный гранат, зелье, золото, камень души и свиток гармонии, который делает всех очень миролюбивыми. Хорошо. Не зря сюда зашли. Поживились довольно-таки неплохо. Ну и, в принципе, выходим. Наверняка у нас еще вот тут вот что-то есть. Кто-то поет, слышите, да? Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас прекратим эту серию. Следующий узнаем, что за теми дверями. Потом двинемся дальше. По дороге найдем наверняка еще кучу приключений на свою задницу. А пока что все. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok